Переименование банка является одной из требований для того, чтобы можно было выйти из СДН-списка, то есть из подсанкции. Это было вынуждено мера блага. Всех интересует вопрос, какова цена сделки? Вообще, я такую информацию говорить не могу, но когда выйдет финансовая отчетность, я думаю, что все косвенным способом смогут высчитать сделку. Инфляция вообще у каждой разной категории людей, она разная. То есть Россия сейчас встанет по производству, наши эти товары не пострадают. Но вы же понимаете, что государство на эту непопулярную меру с точки зрения населения не пойдет? Здесь выбирать нужно, что мы хотим. Мы хотим решить вопрос 95% населения, которое требует за ипотека, либо решить проблему 5%, которые больше всех кричат. Добрый день. Сегодня у нас в гостях экономист и глава банка Центркредит Галм Хусаинов. Галм, здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем разговор с покупки Альфа-банка. Это было слияние, поглощение, или это два отдельных финансовых института? Значит, Альфа-банк мы купили, получается, в апреле. Технически это будет поглощение, потому что экономически невыгодно содержать два финансовых института. В принципе, я об этом уже говорил, что наличие двух лицензий в долгосрочной в аспекте все равно приведет к убыткам, и нужно будет все равно консолидировать два финансовых института, потому что это нецелесообразно. Поэтому мы технически будем поглощать Альфа-банк. Где-то, наверное, осенью мы завершим весь процесс. И, соответственно, после этого останется один финансовый институт. Но для себя мы говорим, что это не поглощение, а слияние, потому что мы очень много технологий и персонала забираем себе на баланс банка, переводим к себе как сотрудников, открываем новые команды, проекты. И все, что было лучше в Альфа-банке реализовано, мы интегрируем в свои информационные системы, в свой ландшафт, и, соответственно, наши любимые клиенты смогут пользоваться не только услугами ВЦК, но и Альфа. То есть мы сделаем синергию, наша формула 1 плюс 1 равно 3. Всех интересует вопрос, какова цена сделки? Вообще, я такую информацию говорить не могу, но когда выйдет финансовая отчетность, я думаю, что все косвенным способом смогут высчитать сделку, но она достаточно выгодна для банка была, поэтому банк за счет этого получил хорошую прибыль. Но все же это что было? Больше спасения или это все-таки было выгодно ВЦК? Я думаю, что это обоюдная вещь. Во-первых, стоял вопрос решения вопросов самих платчиков. И клиентов Альфа-банка, там с одной стороны были вкладчики, которые были там депозиты, текущие счета, с другой стороны были клиенты, которые получали кредиты. Альфа-банк специализировался на безалоговых кредитах для населения, как бы с этим сегментом понятно, но у них была еще очень большая доля клиентов, которые получали как и срочные кредиты на оборотные средства. Все эти предприниматели, они, соответственно, не смогли получить очередные транши. Если они погашались, то они не могли восполнить свои оборотные средства, и, естественно, у них возникли проблемы. Поэтому мы сейчас проблему все решили. Все клиенты, которые были в Альфе, они сейчас уже имеют доступность финансирования и получают финансирование в полном объеме. Более того, некоторым клиентам мы уже начали рассматривать заявки по увеличению финансирования. По депозитам мы также все максимальные депозиты переводим сейчас в банк-центр кредит. И, в принципе, все эти клиенты, которые сейчас уже остались на балансе Альфы, они, в принципе, могут уже свободно получать платежи, делать, осуществлять все транзакции. Потому что самый ключевой момент – это мы вышли из SDN списка, то есть из санкций США. И это, наверное, у нас заняло самый большой промежуток времени. У нас ушло больше месяца на то, чтобы технически, чтобы бывший Альфа-банк, то есть на сегодняшний момент это Эко-центр-банк, вышел из SDN списка АФАКа США, который не позволял делать транзакции с валютой. И, соответственно, там были еще ряд ограничений. А что изменилось, кроме смены вывески? Технически сейчас идет процесс интеграции. То есть команды сейчас плотно работают, и сейчас основная задача ЭЦБ – это бесшовно для наших клиентов полностью интегрироваться в банк-центр-кредит. ЭЦБ – это было… то есть переименование банка – это является одной из требований для того, чтобы можно было выйти из SDN списка, то есть из-под санкций. Это была вынужденная мера блага, конечно. А само название что вы вкладываете? У нас банк-центр-кредит, мы являемся, в принципе, зеленым банком, то есть мы очень много внимания уделяем нашим проектам ECG, поэтому мы думали, что нужно какое-то созвучное название, которое бы отражало нашу философию, это философия зеленого банка. И, соответственно, вот было такое решение, что назвать Эко-центр-банк. То есть центр – это отсылка к нашему центр-кредит-банку, Эко – это, в принципе, экологичность. Ну и был еще посыл такой, чтобы показать, что мы, в принципе, хотим сделать экологически, экологично, и это еще имеет значение не только связано с природой, но и с чистотой сделки. То есть мы хотели быть откровенно прозрачными для сотрудников Центробанка, для наших клиентов, то есть быть экологичными. Давайте отключаемся немного теперь от этой темы и перейдем к тому, что происходит сейчас на валютном рынке. Именно о курсе тенге давно таких качелей не было, когда в начале месяца он мог стоить 420 тенге, а теперь он стоит почти 500. Что вы думаете по этому поводу, как экономист? Я думаю, что это все является вопросом того, что Национальный банк сейчас ограничил, вернее, минимизировал свое участие на валютном рынке. Они не сглаживают шоки, и, естественно, в такой ситуации, как бы спрос и предложения, они имеют разную периодичность, и нужно время для того, чтобы период спроса и предложения, они сбалансировались. И поэтому мы видим, что имеются на сегодняшний момент вот такие колебания курса тенге, потому что у нас, например, видите, у нас рынок достаточно маленький, то есть когда, например, какой-нибудь большой игрок выходит и хочет приобрести, например, 200 миллионов долларов, то на момент таких игроков, которые бы продали 200 миллионов долларов на рынке, нет. И тогда он что-то начинает делать, он начинает повышать стоимость, чтобы такие игроки появились. И это, соответственно, вызывает то, что какие-то люди, которые имеют валюту, они видят, что курс повышает, они начинают продавать валюту, и таким образом как бы зарабатывают, а курс растет. Но и такая же обратная ситуация происходит. Например, кто-то хочет продать там большую сумму денег, 200 миллионов долларов, на одномоментно покупателя 200 миллионов долларов нет, ему приходится снижать, и, соответственно, тогда получается вот такая вещь. То есть это несбалансированность спроса и предложения на рынке. Оно, в принципе, имеет в этом плане несколько аспектов. Первый – это недостаточно развит у нас валютный рынок, то есть игроков мало. И второй – это узость рынка, потому что, в принципе, мы маленькая страна, и у нас активных игроков, которые покупают и продают, в принципе, не может быть много, потому что у нас население – один большой город, в принципе, а экономически активных еще меньше. И третье – это, я думаю, что у нас очень большое влияние на валютный рынок, и именно на колебания валютного рынка играет налоговые платежи и корпоративные платежи. Налоговые платежи, они предсказуемые, то есть раз в квартал происходит налоговая неделя, и в этот момент курс всегда укрепляется. Вы можете посмотреть, в принципе. Ноябрь, февраль, май, следующий будет август. Ну и опять, то есть там, это каждый второй месяц после отчетного, до 25-го числа уплачиваются экспортные налоги, и в этот момент спрос на тенге растет, на валюту падает, и наоборот. И второй момент, на валюту спрос растет, как правило, после корпоративных отчетов, когда начинается сезон выплаты дивидендов. То, что мы увидели, в принципе, июль-июнь. До 30-го мая все корпорации закрывают свои отчетности, выпускают аудиторские отчеты, проводят общие итоговые собрания, ГОСА, годовые общие собрания акционеров, и после этого начинается выплата дивидендов. И, соответственно, выплата дивидендов, она, как правило, сопровождается выплатом крупных сумм. Нерезиденты, соответственно, они меняют на доллар, но и наши акционеры, многие, они сбережения дифференцированно подходят, и многие потом конвертируют тенге на доллар, и спрос, соответственно, возрастает, и отсюда возникает волатильность. Ну, как вы думаете, почему Национальный банк уменьшил свое влияние на биржи? В принципе, в классическом понимании это правильная позиция, то есть Национальный банк не должен влиять на валютный рынок, в прямом значении, он должен управлять его только инструментами денежно-кредитной политики, для этого они должны создавать условия для спроса и предложения, создавать инфраструктуру. Все остальное должен быть делать рынок, тогда мы будем не получим перекосов по курсу, и, соответственно, это не вызовет соответствующих одномоментных, однодневных девальваций. И экономика, она будет всегда в балансе, с точки зрения курса купли-продажи. Колебания, которые сейчас имеются, они должны устраняться именно системно, то есть, наверное, в этом плане нужно поменять налоговыплаты, я думаю, что это, ну, это не зона ответственности Национального банка, как бы, я думаю, что это должно там утверждаться на уровне правительства, чтобы каким-то образом смазать продажи валюты для выплаты налогов. И второй момент, когда экономические резиденты, они понимают, что видят колебания, а потом эти колебания начинаются гладить, потому что люди понимают, что, например, в августе будет укрепление тенге, в принципе, потому что будет налоговая неделя. И люди, что делают, они начинают, соответственно, в августе пытаться купить доллар. И таким образом они еще больше спровоцируют, и вот когда вот эти вот предсказуемость рынка будет понимать, понятно, тогда эти колебания будут снижаться, потому что люди уже будут заранее понимать, экспортеры не по-другому думают они думают что в августе будут курс укрепляться надо продать пораньше чтобы сейчас получить больше тенге и поэтому они сейчас будут продавать и вот это все принципе потом подравняется понятно что колебания будут но это из-за того что сейчас идет переходный период именно от политики когда национальный банк сглаживал шоке колебания до политики когда он уже не сглаживает и рынок уже сам заводит вот эти все колебания курса но для этого нужно там год-полтора наверно это все внутренние факторы внешние факторы не влияет на следующий момент внешний фактор они наоборот позитивно поддерживать тенге потому что у нас основные наши экспортные товары они подорожали пшеница сам основной это нефть газ и в этом плане сейчас наоборот баланс нас профицитный в принципе это поддерживать а спустинги должен поддерживать а вы сами больше противник фиксированного курса или вы за свободно плавающий однозначно должен быть свободно плавающий курс другое дело что свободный плавающий курс он должен управляться именно правильными инструментами денежно-кредитной политики в первую очередь процентная ставка базово которые сейчас национальный банк и активно использует для сглаживания курса и для сдерживания инфляции во вторых это должны быть вот то что я говорил вопросы по выравниванию налоговых платежей то есть мы должны вот технически все вопросы решить но и третье это должна быть сильная макроэкономическая и экономическая стабильность стране чтобы у нас не было кризиса то есть в первую очередь на девалью вообще чтобы вы понимали природа всей девальвации там обесценение валют она напрямую связана с ростом производительности труда я сейчас не буду там уходить глубоко в эту теорию но если производитель труда растет в стране в целом то курс будет укрепляться или будет стабильным поэтому те в развитых странах поэтому курс стабильλη потому что у них рост производства тура гораздо выше чем рост производительности труда в развивающей странах и соответственно вот для чего нужна вот природа обесценение и валюты это сглаживание производительность то есть когда например в одной стороне производят на единицу человека гораздо больше товара то у него произнес выросла это наш товар остается poco испособными и соответственно чтобы эту конкурентоспособность поднять, нам нужно выровнять производительность в деньгах, и для этого происходит само по себе рыночное обесценение валюты, чтобы товары наши стали паритетными. И тогда, соответственно, это все идет через спрос и предложение. То есть просто наши товары падают, потому что он дорогой, и, соответственно, когда он падает, в этом плане что происходит? Происходит обесценение валюты, потому что экспорт упал, импорт растет, происходит дисбаланс, валюта начинает реагировать, и, соответственно, таким образом наша рабочая сила, она обесценивается за счет роста доллара по отношению к деньге, и дальше, соответственно, происходит выравнивание баланса по производительности труда. Ну, то есть это, в принципе, экономический закон, и поэтому, чтобы мы долгосрочно боролись с обесценением деньге, для этого нужно, в первую очередь, бороться с производительностью труда. А производительность труда, она, в свою очередь, уже дальше влияет на инфляцию, а инфляция влияет, ну, дальше на все эти показатели, то есть это все взаимосвязано. Не бороться, а улучшать. Улучшать, да. Поэтому здесь, когда мы пытаемся искусственно решить какую-то проблему девальвации, там нужно смотреть дальше, это кратковременное решение. Оно не поможет решить в целом баланс страны, и в любом случае нам надо уходить именно в корни экономические. То есть недавнее повышение нацбанком базовой ставки – это временная мера? Повышение базовой ставки – это всегда является временной мерой для того, чтобы сбить инфляцию. То есть как работает этот инструмент. Здесь есть две критических вещи. Первое – таким образом они снижают спрос внутри страны. То есть когда базовая ставка поднимается, соответственно, люди что делают? Они меньше берут кредитов, потому что цена кредита возросла, и, соответственно, тогда они меньше тратят. Когда они меньше тратят, спрос сокращается в предложении, и когда предложение сокращается, тогда цена падает, потому что людям надо избавляться от остатков, чтобы получить свои деньги, рассчитаться с контрагентами, там очень много вещей. И таким образом цена сбивается. Это первое направление. Второе направление – это люди начинают больше сберегать в тенге, потому что доходность тенговых инструментов, она становится высокой. Это не то касается людей, это касается и любых компаний и так далее. И держать в тенге становится выгодно, и они начинают не конвертировать, то есть сокращают спрос на валюту. И таким образом, когда повышается ставка, спрос на валюту падает, потому что доходность тенговых инструментов выше. И, соответственно, таким образом курс падает, доллара по отношению к тенге, и тогда, соответственно, импортные товары, которые к нам заходят, они становятся дешевле в тенге. И таким образом это тоже влияет на инфляцию. И вот это два канала, которые позволяют регулировать инфляционный спрос. Но здесь есть третья сторона. Если долгосрочно держать высокие процентные ставки на рынке, то это приведет к тому, что базовая себестоимость товара будет увеличиваться, и предложение будет падать. А в долгосрочном аспекте единственным вариантом борьбы с инфляцией это называется увеличение предложения. То есть увеличение предложения возможно только за счет роста экономики. То есть когда растут предприятия, растет производство, и таким образом предложение увеличивается, конкуренция растет, и тогда падает цена, и себестоимость тоже падает, потому что люди начинают конкурировать за технологичность, за технологии, за удешевление, чтобы быть конкурентным, оставаться на рынке. И это все возможно только при низких ставках. Но добиться низких ставок невозможно, не сбив инфляцию. И для этого нужны вот, соответственно, такие краткосрочные меры. И поэтому я думаю, что текущий вариант, это база ставки, это именно краткосрочное влияние, которое, в принципе, потом, когда инфляция уйдет в диапазон, приемлемый для аккредитования, соответственно, после этого будет уже снижение базовой ставки. Вы ожидаете, что мы и дальше будем ее повышать, или все-таки снизим к концу года? Я думаю, что это все зависит от статистики. К сожалению, у меня как бы нет информации по статистике. У Национального банка у них там больше информации, больше людей, которые занимаются аналитикой. И если мы посмотрим технически, у меня ощущение, что, в принципе, больших повышений базовой ставки уже мы не увидим в этом году, потому что, в принципе, она уже достаточно высоко поднялась. Но это все будет зависеть от различных вещей. Структурно сейчас там инфляция, понятно, что она растет во всем мире. И там есть много моментов, но я об этом, наверное, позже скажу. Кстати, об инфляции. Вы недавно на своем телеграм-канале написали, что она у нас в Казахстане давно двузначная. Что значит это давно? Вы не верите официальной статистике? В принципе, по статистике у нас инфляция двузначная уже с прошлого года. В принципе, это Национальный банк, это, в принципе, показывает. Более того, сейчас представитель Национального банка прогнозирует, что инфляция будет выше коридора. А коридор на этот год установили 15% в верхний коридор. То есть понятно, что она уже двузначная. Здесь еще нужно понимать одну вещь, что инфляция считается через потребительскую корзину. Потребительская корзина не учитывает аспект всех товаров, которые у нас имеются в обиходе. И там есть перечень, он достаточно большой, который влияет. Понятно, что и вот перечень веса вот этих вещей, как бы понятно, что они полностью в целом не отражают подорожание в стране, потому что там доля, например, каких-то вещей, она может быть отличаться. И инфляция вообще у каждой разной категории людей, она разная. То есть если человек, например, находится в верхнем ценовом сегменте, то есть выше среднего класса, то у него инфляция будет гораздо выше, потому что она больше зависит от импорта. То есть, например, люди, у которых с маленькими доходами, они больше зависят от местных товаропроизводителей, и в их доле, в очень большую долю занимают именно услуги местных поставщиков, то, соответственно, у них инфляция будет ниже. Но это все во времени по-разному смотрится на то, и бывает наоборот. Ну, вы говорите, что не решить проблему хождением чиновников по магазинам, об этом также говорил президент. Как вы считаете, нужно бороться с реальной инфляцией? Ну вот то, что сейчас делает Национальный банк, это абсолютно правильные шаги. То есть нужно сейчас ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы сбить инфляцию спекулятивную. Сейчас, вот если посмотреть, у нас основная инфляция, она импортируемая. То есть за счет роста курса рубля и тенге у нас российские товары подорожали значительно. То есть, например, в России, возьмем яйца. Яйца стоят, например, условно 100 рублей. 100 рублей яйца при курсе 1 к 5, это 500 тенге. Значит, они, например, импортируются в Казахстан. Дальше сейчас курс, например, 1 к 8, то есть они подорожали до 800 тенге себе стоим, то есть импорт сюда. И это удорожание на 300 тенге. 300 тенге это, соответственно, где-то 60-70% рост. То есть понятно, что все российские товары, они подорожали там минимум на 50-60%, потому что курс сейчас дисбалансирован. И в этом плане, как бы, у нас из-за того, что Россия является по основным продуктовым вещам основным поставщиком, и на сегодняшний момент все еще она является таким таковым, то понятно, что здесь мы видим, что за счет дисбаланса курса наши товары внутри подорожали. То есть мы должны вот это учитывать. Второй момент это то, что сейчас происходит в целом shift внутри структуры потребления. То есть из-за того, что в России сейчас идет ограничение на экспорт, подорожали товары, и сейчас предприниматели находятся в зоне перестройки, то есть поиска новых поставщиков альтернативных услуг. На это нужно время, то есть выстроить новые логистические цепи, нужно найти новых партнеров, с ними заключить договоры, сделать расчеты. То есть эта работа может занять там от 3 до года, в зависимости от разных товарных групп. И в этом плане, как бы, понятно, что может быть за счет курса, в Китае, в Турции, в Иране или еще где-то себестоимость будет дешевле, но чтобы его сюда ставить, нужно время. И это может занять там до года по разным товарным позициям. И в этом плане, как бы, сейчас перестройка пройдет, и мы увидим, в принципе, снижение курса, курса инфляции. Третье направление, это все вот прям технически уходить, прям вниз. У нас достаточно сильно растет потребительское кредитование, в принципе, и потребительское кредитование, оно способствует росту потребления. Рост потребления, как я уже говорил, оно влияет на спрос, спрос влияет на цену, потому что предложение ограничено, его не хватает. И в этом плане, как бы, происходит рост цен. Поэтому здесь сейчас агентства по финнерегулированию тоже, они пытаются ограничить потребительское кредитование, но здесь немаловажный аспект играет именно еще госпрограммы, которые у нас имеются. Госпрограммы значительно влияют не только на потребление, но и на смежное потребление. То есть, например, мы, я там не буду, как бы, конкретно товарные группы, мы стимулируем производство верхнеуровневых каких-то вещей, локализация которых очень низкая. То есть, это, по сути, финансирование полного импорта. Потом они здесь приходят, происходит какое-то некое преобразование небольшое, добавляется там очень незначительная локализация, и потом мы это все продаем населению, и еще стимулируем население, чтобы они это покупали. Как автопром. Ну, пример автопром, да. То есть, и это все, соответственно, что делает? Это влияет на платежный баланс. Платежный баланс дает на курсы, курс растет, и мы дальше получаем того, что те же самые товары, которые потребительские, необходимые для потребления в Казахстане, с России, например, заходят, они уже заходят дороже, потому что курс у нас находится под давлением. То же самое касается и различных упаковочных производств. Например, мы можем производить, я не знаю, там... Одноразовую посуду. Ну, одноразовую посуду, это еще там полбеды, но у нас есть, например, там мы ставим производство, там, по разливу, я не знаю, там, чего-либо, там, пепси-колы. Ну, не пепси-колы, нет, они вряд ли это делают, не будем говорить, потому что там марки, ну, какой-нибудь там соков каких-нибудь, да, то есть там все ингредиенты импортные, там, концентраты и так далее, упаковка. Мы это стимулируем за счет госденег, а фактически, как бы, там, на казахстанского производства ничего нет. И это влияет тоже на платежный баланс, а это все потом влияет на инфляцию. То есть важно, чтобы, когда госпрограммы разрабатывались, они учитывали именно локализацию внутри страны, то есть то, что именно производится в Казахстане, и с точки зрения не просто верхнего уровня, а именно вся цепочка производства, да. И когда мы научимся это контролировать, и тогда, во-первых, стимулироваться правильно будут сами производители, а во-вторых, как бы, в этом плане, как бы, мы получим влияние на наш платежный баланс. То же самое касается и вообще, в принципе, самого стимулирования. То есть нет необходимости стимулировать все подряд. Есть понятие, так называемой, глобальной производительности труда. То есть если вы производите ремесленническим способом какое-то изделие, то его себестоимость будет всегда выше, всегда выше, чем то, что произведено промышленным способом. Но вот на наше население, там, 18 миллионов человек, мы не сможем сделать там номенклатуру, там, 110 тысяч различных товаров, которые будут производиться в Казахстане по себестоимости, которые бы конкурировали, например, с Китаем, или с Индией, или с Пакистаном, где внутренний спрос позволяет строить гигантские различные заводы всех ассортиментов. Поэтому в этом плане важно Казахстану найти свою нишу того, где бы они глобально производили то, чтобы они могли экспортировать и потреблять внутри. И если мы бы вот это технологически развивались и сделали специализацию страны, как, например, это сделал Тайвань. Тайвань сейчас производит там больше 30 или 40% всех микрочипов. Весь мир от них зависит. Тайвань по населению чуть больше Казахстана. По-моему, их 20 миллионов, что ли, с копейками живет, да? И по территории там гораздо меньше. Они тоже были там очень развивающей страной. Сейчас они там входят в топ-20 разных стран. У них очень высокий уровень жизни. Они не уходили в производство всего и вся, начиная от тазиков и заканчивая там автомобилями. Они сосредоточились там на 3-4 отраслях, но стали мировыми лидерами в этом направлении. И мы должны тоже для себя сделать. Мы должны найти те отрасли, где мы будем мировыми лидерами. Нам не надо делать локализацию только на казахстанский рынок. Мы должны найти наши мировые позиции, их занять, ниши, а все остальное импортировать. Вы увидите эти ниши? Их увидит только сам рынок. То есть мы должны здесь посмотреть. Само государство никогда не сможет определить за рынок, что у нас является нашим преимуществом конкурент. Ну, глобально, наверное, можно там какие-то выделить. Мы, например, там очень сильные в сельском хозяйстве. Однозначно мы должны развивать наши направления, связанные с горнорудным производством, и стимулировать следующие переделы. Потому что, например, сейчас у нас там большинство мы вывозим в виде руды, в виде первичного материала на переработку в другие страны. Это касается всех базовых металлов, которые мы производим. И мы в этом плане зависим от России. То есть Россия сейчас встанет по производству, наши эти отрасли пострадают. В данном случае мы должны были стимулировать, чтобы были следующие переделы до готовой продукции. Разные типы стали производить и так далее, и так далее. То есть потому что у нас здесь все находится. То же самое касается там нефтянки, газа и так далее. Все, что это нам природа, но это у нас уже конкретное преимущество. Мы должны его здесь локализовать и выдавать на рынок уже готовый продукт, который имеет высокую добавленную стоимость. И сюда привозить технологии в этом. Если бы мы там 20-30 лет именно в это инвестировали, в переработку того, что мы здесь добываем, а не экспортировали все, тогда бы, наверное, в этом плане мы были бы более развиты с точки зрения производительности и выручки и так далее. Поэтому я думаю, что и мы еще не поздно это сделать. Мы должны именно сюда идти. А все, что касается высокотехнологичных вещей, это создавать только инвестиционные условия для предпринимателей. То есть если инвест-климат в стране будет достаточно высокий, то предприниматели и большие компании сами сюда придут и все построят. То есть там не нужна никакая госпомощь, им нужно только то, чтобы у них была гарантия безопасности, чтобы у них не отобрали собственность, чтобы у них не было различных давлений со стороны госорганов и так далее, чтобы никто не препятствовал, чтобы была свобода предпринимательства. Тогда придут предприниматели, которые здесь построят любые производства и будем их экспортировать. Государство должно лишь помогать. То есть оно должно строить инфраструктуру, дороги, правовое, делать ландшафт правильный, работающие суды должны, которые бы защищали их, а не превращались, так скажем, в органы, которые принимают решения по непонятным мотивам. Ну то есть и таких вещей очень много. И здесь, конечно же, в этом плане там большая работа предстоит. Давайте отключимся от этого и поговорим об ипотечном кредитовании. Сейчас на рынке у нас закрывается программа 7-20-25, нельзя уже снимать пенсионные накопления. В общем, спрос, мне кажется, по-прежнему такой же, но инструментов на рынке стало мало, кроме коммерческих ипотек. Скажите, что, на ваш взгляд, ожидает рынок ипотечного кредитования? Я думаю, что понятно будет, что снижение, потому что цена на ипотеку будет расти. Я это, как экономист, это абсолютно поддерживаю, потому что без рыночных механизмов устойчивого роста не будет никогда. Если, например, все вот эти государственные программы, которые делаются, это как-то срочный рост, мы получаем как-то срочный бум, но мы не получаем никакого эффекта. Я, в принципе, про это писал много и в телеграм-канале, и в фейсбуке. И здесь, как бы, сейчас не хочу в эту теорию углубляться сильно, но физически ипотека должна быть рыночной. Государство должно создать условия для того, чтобы рыночная ипотека появилась. Для этого нужны институциональные инвесторы, которые могли бы покупать долгосрочные облигации на рынке. Должен быть нормальный денежный рынок. И самое главное, ставка базовая, на которой сейчас все завязано, она должна быть низкой. А низкая она возможна только, когда будет низкая инфляция. А инфляция низкая будет тогда, когда я уже про это говорил, будет развитая экономика. Поэтому, чтобы у нас была достаточно правильная ипотечная программа, для этого нужно быть, чтобы развита была экономика. Пока мы ее не развьем, все госпрограммы, они будут переводить только одному, это к росту цен на недвижимость. И когда, соответственно, сейчас это стимулирование пропадет, цены сильно не упадут, потому что себестоимость производства квартир, она уже догнала рост, потому что был сильный рост, бум. Он спровоцировал подорожание, соответственно, строительных материалов, там, бригад, трудовой силы. И это все привело к тому, что, в принципе, сейчас себестоимость строительства, она выросла. И да, может быть, будет небольшое снижение по стоимости, но глобальное снижение мы не увидим. Но при этом спрос упадет. Снижение стоимости – это цены на недвижимость? Цены на недвижимость, да. И здесь именно важно создавать именно инфраструктуру. Многие банки не идут в ипотечное кредитование, потому что очень большие ограничения на взыскание имущества. То есть банк кредитует, но потом, чтобы взыскать проблемного взаимщика, который купил квартиру и не смог рассчитаться, это занимает у банков от двух до трех лет. Два-три года. То есть при ставках 14, 15, 16, 17 процентов банк за три года теряет половину стоимости этого кредита. Потому что мы же за него тоже платим. Мы эти деньги не свои используем. Мы берем деньги депозиторов, которые мы сейчас ставим, платим 12-13 процентов в тенге. Плюс расходы на взыскание, содержать целые команды, системы и так далее. Это все приводит к таким вещам. И пока мы не решим вопрос кредиторов по взысканию, банки будут неохотно идти в ипотечное кредитование. Либо будут очень сильно зажимать риски, чтобы давать только хорошим взаимщикам. И многие пласты, которые не попали в арбитру хорошего взаимщика, а там тоже могут быть хорошие. Мы не можем гарантировать, что мы его неправильно оценили. И в этом плане, чтобы раскрутить риски, нужна либерализация взыскания. То есть понятно, что многие социально уязвимые слои населения попадают. Но здесь должна быть четкая программа государства по поддержке именно социально уязвимых слоев населения. У меня есть примеры, когда люди с коттеджами по 500-600 квадратов, мы их не можем взыскать, потому что они идут, жалуются государству и так далее, становятся псевдо-суснами, псевдо-социально-разводятся и так далее. То есть зачем человеку с четырьмя детьми коттедж в 500 квадратов? А мы его не можем взыскать, потому что формально он является суснами, запреста и так далее, а мы на нем теряем большие деньги. И вот этот ландшафт, его нужно изменять однозначно. Мы не можем сейчас взыскивать единственное жилье и так далее. Если вы возьмете развитую страну, после первого уведомления о том, что он на просрочке, на второе уведомление квартира забирается в США. Срок от того, как он стал неплательщиком, и срок, когда он отдает дом, квартиру, занимает 6 месяцев максимум. Это с момента просрочки. А мы начинаем только свои процедуры изыскания после 90-го дня, то есть после трех месяцев. Только после этого и до этого еще добавляется 2-3 года, чтобы мы с выселением, со всеми этими вещами. И здесь, конечно же, я думаю, что уже идет небольшой перегиб с точки зрения регулирования банков по взысканию. Но вы же понимаете, что государство на эту непопулярную меру с точки зрения населения не пойдет. Здесь выбирать нужно, что мы хотим. Мы хотим решить вопрос 95% населения, которое требуется ипотека, либо решить проблему 5%, которые больше всех кричат. То есть здесь такой баланс. И понятно, что люди, у которых все хорошо, они не будут кричать, они не будут говорить. Но люди, у которых, понятно, и самое интересное, что если мы один раз делаем, два раза, три раза делаем, то это становится уже нормой. И люди уже понимают, что работает. Давайте выйдем, покричим, и нам все простят. И все. И соответственно, сейчас этим все пытаются пользоваться. Здесь нужно однозначно уже выстраивать планомерные системные механизмы по тому, чтобы защищать кредиторов. И это делается не в пользу кредиторов, а в пользу тех людей, которые получают кредиты и получают их для того, чтобы улучшить свои жилищные условия. И здесь, пока мы это не решим, количество банков, которые будут заниматься ипотекой, будет их мало. Неохотно, с большой закруткой рисков и так далее. И не все будут одобрение получать. И здесь, соответственно, когда мы вот этот механизм решим, полностью чуть-чуть его либерализуем, решим вопросы с финансовыми институтами, решим вопрос инфляции, сузим, тогда у нас кост-офф риск упадет. Это часть ставки. Маржа банка будет падать, потому что конкуренция растет, много банков участвует. И третье, это, соответственно, себестоимость денег упадет, потому что инфляция снизилась. Тогда мы получим рыночную ипотеку, и это будет стимулировать, в принципе, рост недвижимости. И спрос на ипотеку, и спрос на недвижимость, и так далее, и так далее. Но это будет все рыночно. И это, понятно, что это занимает не 2-3 месяца, это займет, может быть, 2-3 года. Но мы, если пока на это не перейдем, мы вечно будем заниматься госпрограммами, которые будут стимулировать различные вещи. Госпрограмма может использоваться на какие-то узкие места, например, для суснов, для бюджетников. Но это все должно быть за счет бюджета. И они больше направлены как часть пакета по заработной плате. То есть человек, соответственно, который отработал какое-то количество лет, получает дешевую ипотеку, и это является его бенефитом по зарплате. Но это не должно быть в целом массово по стране. Если говорить о простых казахстанцах, допустим, у меня сейчас есть пара миллионов тенге. Вот что Вы посоветуете? Выложиться в какую-то первоначальную взнос в коммерческую ипотеку, перевести в доллары, или просто положить на тенговый депозит и ждать какую-то госпрограмму новую? Ну, сложно на этот вопрос ответить. На самом деле понятно, что здесь все зависит от целей. Я бы, наверное... Цель – жилье. Цель – жилье, да. Я думаю, что здесь в этом плане, если говорить про текущий ландшафт, вот с двумя миллионами тенге, наверное, там больше всего подходит для того, чтобы пойти в жилстрой Сбербанк. Ну, сейчас он отбасы банк называется. У них там все госпрограммы остались и так далее. И копить. Но там тоже же не все можно. Не каждый может взять отбасы банк заем, потому что там нужно накопить 50%, если ты не льготник, не очередник. Вот основная масса людей. Что делать, если у тебя есть небольшие сбережения, на рынке прекратилась госпрограмма? Что им делать? Ждать снижения стоимости цены на недвижимость и себестоимости ипотеки. По вашим прогнозам, когда это может произойти? Все зависит от политики управления. Может и не произойти? Я не могу отвечать за правительство, за Национальный банк. Пока что я вижу, в принципе, Национальный банк делает правильные шаги. Собьем инфляцию, цены упадут, себестоимость упадет. В принципе, тогда ставки упадут. Тогда, соответственно, сможем кредитовать по более дешевым ставкам. Тогда можно будет заходить. Но это все зависит от случая в случае. Если человек нашел дешевую недвижимость сейчас, в принципе, и он понимает, что она настолько дешевая, то можно зайти в коммерческую ипотеку сейчас, в принципе, с проблемой получить ее. И потом на этом еще, в принципе, получить какой-то доход. Вот, то есть, это все индивидуально. Спасибо вам большое за время и за ответ. Пожалуйста.